Если вы инвестируете в акции компании Boeing, каким образом это повлияет на ваш портфель инвестиций? Давайте же узнаем. Boeing – это мировой бренд, американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Контрактор оборонительного сектора, но больше всего эта компания известна своими самолетами. Если вы путешествуете, наверняка вы часто летаете на самолетах таких компаний, как Airbus и Boeing. Но если вы летели на самолеты из Бразилии или Китая, то, возможно, вы пользовались услугами других компаний. На сегодняшний день в мире Boeing – это, безусловно, лидер по производству коммерческих самолетов. Добилась ли компания успеха в данной сфере? Конечно же, да. Boeing является синонимом качества. Boeing 787 Dreamliner – двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, разработанный американской компанией Boeing. Это очень успешная компания. Каким же образом они зарабатывают деньги? В основном компания продает свои самолеты. Также они являются подрядчиком оборонительного сектора. И все это вам необходимо учитывать, если вы решили инвестировать в акции компании Boeing. В США много тратят денег на оборонительный сектор. Между тем, новоизбранный президент Дональд Трамп и его республиканская администрация насцелены на то, чтобы увеличить расходы в сектор обороны страны. И на фоне этого, конечно же, компания Boeing очень выиграет. Это также положительно повлияет на доходность таких компаний, как Lockheed Martin и Grumman. Однако Boeing является самой крупной компанией в данной сфере. Поговорим о цифрах. Самый максимальный уровень, на котором торговались акции этой компании, находится в отметке 155 долларов за акцию. Это довольно высокая основа для компании Boeing. Парсель заказов отличается высокими показателями. 5600 заказов на гражданские самолеты. А это означает, что даже если компания будет производить по 500 самолетов в год, контракты на поставки самолетов могут обеспечить им прибыль на протяжении следующих 10-15 лет. Наверняка все, кого вы знаете, когда-нибудь пользовались услугами компании Boeing. Люди постоянно путешествуют. Они отправляются в отпуск или в бизнес-поездку. Соотношение стоимости акций компании к уровню доходности составляет 17 долларов. Довольно высокий уровень, но вам не стоит по этому поводу переживать. Доходность компании составляет около 3%. Компания получает хорошие дивиденды. Темпы роста акций довольно хорошие. Для вас это может стать отличным приобретением. Вопрос заключается в следующем. Цена на уровне 155 долларов за акцию. Для вас, как для инвестора. Это хорошее инвестирование в акции компании Boeing. Я думаю, что сильный курс доллара США – это не очень положительный момент для компании Boeing. В основном на фоне этого страдают продажи. Самолеты компании Boeing становятся намного дороже по сравнению с самолетами других иностранных производителей. Однако новоизбранный президент США, господин Трамп, собирается увеличить расходы в оборонительный сектор страны. Это окажет восходящее воздействие на стоимость акций компании Boeing. Не так давно компания продала 80 самолетов Ирану. Это отличная сделка для США и для Ирана. Это крупный и очень выгодный контракт для компании Boeing. Это положительные моменты компании Boeing. Чем же заключаются негативные стороны? На этом рынке очень высокий уровень конкуренции. Среди главных конкурентов компании Boeing мы можем назвать компанию Airbus. Китайские компании могут также стать еще одним конкурентом. Бразилия также стремится к тому, чтобы занять хорошую позицию на рынке коммерческих реактивных самолетов. Что касается европейских авиалиний, а также многих других азиатских авиалиний, в основном они совершают перелеты на короткие расстояния. Что касается самолетов Boeing, они занимаются перевозкой пассажиров на дальние расстояния. Соотношение цена-прибыль на уровне 17 – это хорошая цена. Но это не означает, что я призываю вас сразу же инвестировать в акции этой компании. Я думаю, компания будет все так же успешна в ближайшие 30 лет. Но не забывайте о том, что акции то падают, то повышаются. Будьте осторожны. Я бы инвестировал в эти акции, когда они немного упадут в цене. Но важное значение имеет еще и то, что эта компания отвечает за качество своего продукта. На сегодня все. С вами был я, Мэтью Стивенсон. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но они не могут позаботиться сами о себе. На сегодня все. До свидания.